видеофайл загружен его тема вырезанный контент в half-life алекс по статистике большинство зрителей смотрящие мои ролики не подписаны на мой канал поэтому вступайте в альянс победим гордона фримана вместе вещает как всегда гост и мы начнем кто он зомби или человек продукт интентной инженерии альянса или же просто человек пораженный фауной зена джефф это то самое существо без хат краба по словам программиста чарльза брауна идея создания неубиваемого слепого противника которого необходимо избегать для дальнейшего продвижения возникла еще давно когда команда только экспериментировала с тем на что вообще способен via так что основа для уровня была заложена практически с самого начала были рассмотрены различные варианты от неуклюжего чудовища до воина со старым добрым гаечным ключом пока наконец разработчики не остановились на большом роботе альянса ему специально добавили застрявшие в лице обломки чтобы игроку было понятно что он слеп финальный вариант родился в тот момент когда разработчики решили что он должен быть ближе к зену аниматор кристин филан сообщила что им не хотелось сделать джеффа очередным миньоном альянса несмотря на перемены в облике две константы всегда оставались неизменными а это устрашение и слепота углубившись файлы игры можно заметить неиспользуемую аптечку которая имелась у работников альянса мы могли брать из нее шприцы но похоже разработчики решили отказаться от этой идеи так как по мере прохождения мертвых работников встречалось очень мало в дополнение в файлах нашли всем известную монтировку и мины альянса которые работали также как мины из первой части half-life мододелы кстати уже добавили возможность использовать это оружие в игре в алекс нам показали вартигонта который смог сбежать от альянса он занимался готов к хэт крабов известный деликатес во вселенной half-life вот только в раннем варианте игрок должен был найти вартигонта в достаточно плачевном состоянии и чтобы привести его в чувство мы должны были скормить ему сердце хэт краба или же чем это не являлось все мы были очень расстроены тем что кроме кила и алекс не появились старые персонажи такие как айзек барни жудит мосман хотя айзек и барни в плане были по словам дэвида спейрера барни был в одной из ранних сюжетных задумок half-life алекс к лайнеру повезло намного больше для него даже была готова модель но к сожалению разработчики не нашли для него места и в итоге в релизе остались книги написанные им же также в игре должен был появиться брин в одном из агитационных роликов файлах игры присутствует sfm исходник но все модели удалены однако фанаты уже заменили большую часть моделей и примерно так должен был выглядеть этот видеофайл my name is dr wallace breen i'm here to talk to you about a very serious and dangerous matter science science can be wonderful it can feed us it can heal us but it is also a weapon and in the wrong hands human hands it has been proven deadly as time passes truth can deform into myth and myth into lies so let me reiterate the truth the arrogant men and women of black mesa are directly responsible for the near destruction of our world and yes to my shame i was among those men and women i tried to stop them but they refused to listen to reason and logic it was their human science that triggered the resonance cascade it was their human science that opened the zen portals that unleashed the vortigod horde upon us the horrors that still overrun north america the zen infestation in the quarantine zone are all because of their human science our world was not equipped to deal with monsters if it were not for our combine benefactors the entire earth would have been lost yet those same individuals who beckoned those horrors into our world fought the combine resisted them and began the so-called seven hour war humanity bit the very hand that came to help and because of that it was necessary for me to negotiate earth's complete surrender i am not a man of faith my god is reason and logic and through those we must conclude and understand science is a temptation that leads us unto destruction it is the one sin that can truly damn us all human science is not outlawed to punish us it is outlawed to protect us let us help the combine to help us thank you and thank the combine продолжая изучать книгу финальные часы half-life alex посмотрим на концепт арты и узнаем как изначально должны были выглядеть различные существа например ранний концепт бронированного хаткрама Как мы видим на рендере модели, его кожу покрывали зеновские кристаллы, но разработчики в конечном итоге решили добавить ему шипы. Как мы знаем, изначально был один хедкраб, а остальные виды появились из-за взаимодействия с окружающей средой. Поэтому релизный вариант выглядит вполне обоснованно, при условии того, что встречаются они на территории карантинной зоны с кучей различных химикатов. Смотря на этот концепт-арт, хочется задать вопрос. На каком моменте Valve повернули не туда? Обидно, что такой концепт Альянса не попал в релиз. Есть даже очень смешной концепт Ординала на лошади с электрокопьем. Выглядит это, конечно, глупо, но интересно. Ощущения от игры точно были бы другие. Half-Life была бы намного мрачнее, прямо как в Бетте. А, кстати, время плакать. Ранние вбросы всё же оправдались. В Half-Life Alyx действительно хотели добавить Крематора. Возможно, ты сейчас смотришь и... не понимаешь, о чём вообще идёт речь. Так позволь, я тебе всё объясню. Изначально существо Крематор было найдено в файлах Half-Life 2 бета 2003 года, где оно также было халатно вырезано вследствие изменения сеттинга и невозможности его реализации. По лору, Крематоры были некой порабощенной расой под контролем Альянса и занимались сжиганием трупов и очисткой поездов от попавшей в них фауны Зена. Крематоры идеально бы смотрелись как специальные юниты для зачистки карантинной зоны. Также этим можно было бы обосновать пасхалку с головой Крематора во второй части Half-Life и сделать её каноничной. Но, к сожалению, разработчики подумали, что некорректно будет добавлять существо в одну лишь карантинную зону и заменили его на обычных людей. Будем надеяться, что Крематора добавят хоть в третьей части, а не то я буду сильно... плакать. В игре появился очень загадочный персонаж. Женщина-учёный, разговаривающая с советником Альянса. Скажу сразу, что это не Джудит Мосман, так как модель совершенно другая. На концепт-арте можно заметить, что изначально было несколько вариантов людей, лояльных Альянсу. И вообще, скорее всего, это была отдельная организация, не участвовавшая в боевых действиях, а отвечающая за шпионаж и контроль солдат Альянса. Здесь мы можем увидеть людей, похожих на обычную полицию, которая, скорее всего, защищала людей, лояльных режиму. Могли бы появиться так называемые гражданские предатели, которые, по своей сути, являлись бы офицерами под прикрытием и сдавали бы сотрудникам ГО членов сопротивления. Также к лоялистам относились учёные, которую мы могли уже увидеть в релизе, и различные офицеры высоких рангов, командующие и управляющие боевыми юнитами Альянса. Возможно, диктор Альянса из Half-Life 2 и относилась к этой ячейке общества. Жалко, что узнать больше о лоялистах в Аликс нам не удалось. Будем надеяться, что о них подробнее расскажут в третьей части. Разведчик Альянса являлся вырезанным классом патруля Альянса. В файлах игры можно обнаружить его модель, но она не имеет текстуру. Шлем модели разведчика отличается от шлема пехотинца. У него отсутствует наушник с микрофоном, а фильтр противогаза расположен справа. Одет в лёгкую форму с подсумками и рюкзаком. Помимо модели, существует несколько файлов эффектов частиц. Они показывают голубой огонь, выпущенный в воздух сигнальной ракеты, что пехотинцы в релизной версии игры не делают. И снова они пытаются по максимуму удалить сигнальную ракетницу. А вы знали, что в файлах есть полностью работающий быстрый хедкрат? Его достаточно призвать всего лишь одной командой. В данном варианте он является чёрным, как ядовитый хедкрат, и имеет много острых зубов. Правда прелесть. Его название говорит, почему его удалили. Он был слишком быстр, и вероятно, тестеры не могли справиться с ним. Интеллектом в релизе не обременён. Каноничные зомби должны были появиться тоже в приквеле. Видны модели обычного и быстрого зомби. Также можно увидеть зомби, которые являются сотрудником ГО. Достаточно неприятное зрелище. Аликс в конце игры должна была встретиться с Джименом. Эта цель была поставлена ещё в начале разработки. Но как это должно было произойти? Изначально всплыла идея, что Аликс будет попадать в локации второй части, через двери. И впоследствии попадая в тот самый конец второго эпизода. Медузи-поплавок, или же Джелли Боббер. Летающее существо из Зена, обнаруженное в новых файлах, включённых в релиз инструментов мастерской для Half-Life Alyx. Медузи-поплавок влияет как голубое, похожее на физалию существо, способное парить в воздухе. У него нет видимых глаз. Смотря по имеющимся анимациям, точно нельзя сказать, было ли это существо враждебно к игроку. Но настройки сущности в редакторе карт указывают на то, что существо должно было летать по заранее установленным маршрутам. С ней связан один эффект частиц, показывающий несколько маленьких светящихся существ, летающих по округе. Рассел – один из ключевых персонажей в приквеле. По ходу разработки он имел много различных имён. Так, в файлах игры можно заметить имена Йозеф и Лазло, лучшего ума своего поколения. В финальных часах рассказывается, что Лазло задумывался чудаковатым персонажем, который давал Алекс пушку и разрешение отправиться в карантинную зону, из-за того, что Вартигонт, отрезанный от ворот сущности, отправлял ей сообщение. Впоследствии Лазло эволюционировал в Йозефа, описанного как шведский панк-рокер, а тот, в свою очередь, стал Расселом. Также можно подметить, что локация, в которой находился персонаж, менялась из пожарной части в лабораторию. Что ж, Half-Life Alyx одновременно порадовала и одновременно огорчила вырезанным контентом. Всё-таки некоторые идеи и их развитие смотрелись бы очень неплохо. А что думаете вы? Напишите своё мнение в комментариях. Поддержка моего канала приветствуется. И поставленная палка вверх тоже. А с вами был ГОСТ. И всем до связи. В следующем году постараюсь укладывать побольше роликов. Надеюсь, меня не заберёт стази сами знаете кто. Надо будет как-нибудь провести потоковое обещание. В любом случае, всех с наступающим Новым Годом или прошедшим, или наступающим годом будущим. Короче, с 2025-м, солдаты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok